В Новосибирской области появилась первая именная застава. На открытии собрались ветераны и действующие военнослужащие. Рядовые и генералы все замерли по стойке Смирна в преддверии исторического момента. Открытие бюста выдающегося земляка Константина Федоровича Телегина. Отныне пограничное отделение в Купино будет носить его имя. Подробности в нашем сюжете. У здания Купинской пограничной заставы ветераны и действующие военнослужащие, рядовые и генералы. Все замерли по стойке Смирна в преддверии исторического момента. Открытие бюста выдающегося земляка Константина Федоровича Телегина. Отныне пограничное отделение в Купино будет носить его имя. Это первая в Новосибирской области именная застава. Мы хотим показать, что на страницах истории нашей великой родины есть имена наших земляков. И мы должны их знать и помнить. Имея всего два класса образования, бывший батра, крестьянский паренек, сумел стать выдающимся советским военачальником. Константин Федорович Телегин родился в деревне Татарка, ныне город Татарск. Работать начал в 13 лет. А в мае 2018 года вступил в Омскую Красную Гвардию. После гражданской войны продолжил службу комиссаром одного из погранотрядов на западной границе. В годы Великой Отечественной освобождал Москву, Сталинград, Курск. Участвовал в боях Берлинской операции. В 43-м году ему было присвоено звание генерала-лейтенанта. В 43-м году он принимал участие в допросе фельдмаршала Паульса. Это было достаточно такое событие большое в жизни нашего земляка. Телегин присутствовал на подписании акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. В качестве председателя комиссии участвовал в опознании останков Гитлера, Геббельса. После войны попал в опалу вместе с маршалом Жуковым. Был осужден и приговорен к 25 годам в исправительно-трудовом лагере. Честное имя восстановили лишь в 1953 году. Телегин был полностью реабилитирован. Сегодня память знаменитого советского чекиста увековечили земляки. Инициатива возвести бюст принадлежит ветеранам пограничных войск. Светлана Антимонова, Александр Троутвейн, Новости ОТС.